Я почему вообще должен благодарить мир за какие-то говноситуации в своей жизни? Ну, типа, часто вопрос, который я получаю, потому что я вообще-то мастер благодарности. Да, вот так не скромно, но это правда. У многих людей, если спросить в моих социальных сетях, с чем я у них ассоциируюсь, многие скажут с марафоном благодарности. Это один из моих самых популярных продуктов, но сегодня не об этом. Сегодня о том, а для чего вообще нужно благодарить за говно в своей жизни. И я вам сейчас расскажу на конкретном примере, и я думаю, так будет на самом деле намного понятней. Недавно у меня был день рождения, и мой муж заказал мне подарок. Он заказал мне его из другой страны. И мы сейчас живем в Чили, и здесь на самом деле есть большие проблемы с доставками из-за границы, потому что здесь большие налоги, сложная растаможка, ну вот это вот все. И подарок он заказал почти за месяц до моего дня рождения, зная эти особенности, но в полной уверенности, что он придет и будет все окей, потому что другие люди заказывали с Амазона, да, и все было хорошо. Короче, подарок не пришел. И он это уже понимал буквально за несколько дней до моего дня рождения, понимал, что попадос, и сказал мне об этом честно и прямо, как бы, что вот такая вот ситуация, конечно, он был расстроен и не знал, что делать. И, в общем, мы гуляли в этот момент по городу с детьми, и я поняла, что я благодарна этой ситуации. Я не понимала в тот момент, за что, ну, типа, это было как-то странно, да, у меня день рождения, через несколько дней мне мой муж говорит, слушай, свой подарок, короче, не пришел, и по ходу дела не придет. Но я абсолютно не расстроилась, потому что я мастер благодарности, и я не верю в случайности, я точно знаю, что абсолютно любая ситуация всегда для нас развернется, если мы позволим ей это. И вот в этом самый главный ключ благодарности. Зачем нужно благодарить за говноситуацию в своей жизни, когда ты, например, особенно даже этого не чувствуешь, когда тебе обидно, больно, ты расстроен, что-то произошло, и ты такой, и приходит какая-то Катя Батова и говорит тебе, слушай, ты должен быть в этот момент благодарен. И люди мне часто говорят, ты вообще, типа, ну, как бы, это вообще странно. Но штука вся в том, что когда мы испытываем благодарность к жестким ситуациям или к каким-то просто негативным ситуациям с точки зрения человеческого представления, мы тем самым такую штуку манифестируем в мироздании, что, типа, мир, вообще-то я тебе доверяю. Вообще-то я доверяю тому, что ты готовишь для меня что-то лучшее. Если я сейчас не получила то, чего я хотела или то, чего я ждала, это значит, что либо я не готова к этому, и это тоже хорошо, да, то есть если я не получила и не имею готовности, потому что когда мы чего-то очень сильно хотим, например, но мы к этому не готовы, и это приходит, это часто нас разрушает. Вот, и, соответственно, здесь вы как бы манифестируете, что мир, я доверяю тебе, я доверяю твоему видению моей жизни, я доверяю тому, что ты ведешь меня к лучшему. И если сегодня я не получила то, что я хотела, значит, завтра будет что-то еще лучше. Тем самым мы расширяем себя, мы расширяем свое, как бы, поле, мы расширяем поле своих возможностей, и самое главное, мы начинаем видеть мир намного шире, чем вообще вот мы видим его только из своего собственного желания. И в контексте моего примера, чтобы вы понимали наглядно, мы идем с мужем, он мне рассказывает эту ситуацию, я такая, блин, ну да, подарок, я осталась без подарка, ну ладно, окей. И сначала он мне не говорит, что он мне заказывал, но в итоге я, естественно, выпытываю, как нормальная, любопытная женщина, и он мне рассказывает, что это вот это, вот это, и он очень хотел мне это подарить, и мы начинаем говорить, я говорю, почему ты закал на Амазоне, почему ты это не купил в Чили, и он мне говорит, слушай, а в Чили этого нет. И я такая, стоп, вау, если этого нет в Чили, значит, это абсолютно свободный рынок. Это значит, а это как бы штука, я не буду сейчас вам рассказывать, что это, я об этом расскажу, когда придет время. Но смысл в том, что это очень тема близка мне, тому, чем я занимаюсь, то, чем я увлекаюсь, и я знаю, что в Чили очень много таких людей, я знаю, что здесь эта тема тоже набирает популярность, и когда он мне это говорит, у меня просто тут же загорается огромная такая лампочка над головой, потому что я понимаю, это значит, что в Чили этот рынок свободен, и это значит, что мы можем попробовать здесь запустить свое дело, свой небольшой бизнес, и сделать это для людей, и тем самым как бы и людям сделать что-то классное, и себе сделать еще один источник, в том числе дохода, и интереса, и развития, и это все просто очень может быть круто. То есть, понимаете, что в этот момент происходит? Я могла бы в момент, когда он мне говорит, твой подарок не пришел, я могла бы сказать, ах, так, да все, да это нечестно, это несправедливо, мне обидно, я злюсь, я там, не знаю, все что угодно, да, и я бы даже, может быть, не спросила у него, что это он заказал, или даже если бы он мне сказал, что он заказал, я была бы в этот момент в состоянии обиды, расстройства, что, ну, блин, все, короче, мой день рождения испорчен, и я бы даже не позволила мирозданию подсветить мне такую крутую идею. Но в тот момент, когда я говорю, блин, круто, благодарю тебя за вот этот опыт, вот, знаете, это можно сравнить с тем, что открывается просто дамба, поднимается дамба, да, и просто поток энергии, поток воды, поток идей на тебя начинает идти. Потому что, когда ты говоришь «благодарю», ты открываешься этому миру, ты вибрируешь на совершенно другой частоте этого мира, и ты начинаешь видеть то, чего ты не видел в состоянии вот этой зажатости, злости, обиды, агрессии, непринятия. Когда мы не принимаем что-то в жизни, когда мы сопротивляемся каким-то событиям, мы с вами так зажимаемся, просто зажимаемся, становимся твердыми, жесткими, не пропускающими энергию, и мы не можем увидеть то, что мир на самом деле для нас приготовил. А здесь, понимаете, я говорю, ты представь, если бы ты мне сейчас об этом не рассказал, или если бы подарок пришел, просто пришел бы, и все было бы окей, вообще никаких проблем бы не возникло с его доставкой, то что было бы? У нас бы не возникла эта идея. Мы бы просто об этом даже не узнали, что на чилийском рынке, например, нет этого, и что на самом деле это абсолютно пустая свободная ниша, в которую мы могли бы зайти и попробовать. Это не равно, что это стопроцентный успех, это не равно, что стопроцентный у нас получится. Но дело не в этом, да, мы в этот мир приходим не для того, чтобы нам кто-то давал гарантии, мы в этот мир приходим получать какой-то классный, интересный опыт. И это может быть классным и интересным опытом. И на самом деле это самое ценное. И я сто процентов понимаю, что этот опыт сто процентов приведет к чему-то еще более крутому, еще более классному. Поэтому, когда в вашей жизни происходит что-то такое, что вас обижает, ранит, вам грустно, плохо, обидно, попробуйте за это поблагодарить. Просто попробуйте. Конечно, это не отменяет того, что если это какие-то жесткие ситуации, их обязательно нужно прожить, обязательно нужно прожить этот период горевания, если это действительно какие-то очень сложные жизненные ситуации. Это не отменяет одно другого. Но как бы базово, если вы будете жить в состоянии благодарности, даже если происходит какой-то трэш, и да, вы можете злиться, вы можете плакать, вы можете расстраиваться, вы можете ненавидеть, это все абсолютно нормально. Но если где-то базово, вот там, самым-самым тихеньким таким голосочком ваше сердце говорит, я благодарна за этот опыт, я благодарна миру, я благодарна себе, я благодарна себе за то, что я могу это прожить, я благодарна себе за то, что мне хватает сил это прожить, я благодарна за новый опыт, я благодарна за возможность увидеть что-то новое, я благодарна себе за то, что я познаю себя новой какой-то или новым каким-то, вам будут открываться совсем другие двери возможностей. Вы начнете видеть, как мир вам показывает, а, ты благодарен, круто, значит, ты расслаблен, ты мне доверяешь. Если ты мне доверяешь, я готов тебе дать больше всегда, потому что только в доверии, с мирозданием мы действительно получаем больше. Только когда мы доверяем, мы впускаем, только когда мы благодарим, мы готовы принять еще больше. И это не значит, что когда мы благодарим за какую-то жесткую ситуацию, что нам придет еще много жестких ситуаций, не про это речь. Эта благодарность, она работает на другом уровне, она работает на уровне доверия миру, доверия тому, что, да, это было больно, какие-то вещи, да, мир, да, это больно, но я доверяю тебе, я знаю, что ты заботишься обо мне, я готова принимать твои дары. И когда мы проживаем такие сложные ситуации, потом нам обязательно приходит вот это вот состояние, ну, какие-то вещи, да, или состояние, или ситуации, которые мир просто одаривает нас. Поэтому, знаете, я много лет работаю с людьми и с энергией, с ментальным здоровьем людей и всегда говорю, что, ребят, вот нет волшебной таблетки быстрых изменений. Ну, типа, все есть труд, и, ну, это правда, это правда для того, чтобы добиться каких-то результатов в энергии, в ментальном здоровье, в физическом теле также. Нужно трудиться, и это нормально, это классно, просто нужно любить этот труд, да, не делать это через силу, а любить путь, по которому ты идешь, уважать путь, по которому ты идешь. Но вот благодарность, благодарность – это действительно, можно сказать, волшебная таблетка. Как только в вашу жизнь заходит благодарность, как только вы начинаете практиковать благодарность, ваша жизнь начинает меняться. Это проверено мной много-много вообще раз, много лет уже. Это проверено уже, наверное, тысячами людей, которые работали со мной, проходили мой марафон благодарности. Это просто самый любимый продукт всех моих подписчиков, потому что после него реально самые просто мощные, быстрые и глубокие изменения в первую очередь в том, как мы видим жизнь, как мы видим себя. А все наши изменения начинаются именно с этого, да, с того, какими мы видим себя, как мы чувствуем жизнь, что мы излучаем, и это начинает в нашу жизнь приходить. Марафон благодарности у нас планируется скоро, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на мой телеграм, на мои соцсети, все ссылки здесь есть под этим видео. Ждите анонсов, если вам хочется изменений в своей жизни, если вы готовы качнуть мощно новую какую-то крутую энергию благодарности, вам 100% нужно прийти ко мне на марафон, и я вам точно могу сказать, что если вы пройдете этот марафон, вы уйдете абсолютно другим человеком, с другим видением собственной жизни. Я благодарю вас за это внимание, я желаю вам прекрасного дня, пускай в вашей жизни будет много вкусных трансформаций, и, конечно же, будьте благодарны. Это очень круто работает. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok